Красное яблоко Оно затвертело, оно с костями Завтрак пополам с новостями Иду на фонтанку через дворы Твоя любовь яблоко без кожуры Ты вырезал в нём всю сердцевину Заложив одиночество минут Ты красные полосы есть на спине Ты по ночам оставляешь на мне Ногтями царапины борозды Мысли пепел сгоревших хвороста Я не могу смотреть вниз Ты улетел, как морской бриз И где-то в небе повис Запомни, детка Ты не ты, пока не смог раскурить Вот эту штучку Ой Ну что, я, конечно, как клоун, безусловно Чувствую себя немножко неуютно в этом всём Но мега стильная, мега крутая одежда Мы с вами сейчас сделаем такой небольшой турчик По улицам Владикавказа Ну, то, что я, так сказать, успел наметать И то, что мне показалось интересным Потому что, ну вот, мы живём вот здесь Да, и между прочим Вот в этой замечательной книжке Которую я сегодня буду цитировать частенько Написано, что здесь когда-то располагался Народный комиссариат внутренних дел Горской республики То есть НКВД Ну, они знали, в принципе, какие дома себе загробаствовать Надо сказать, что в Москве-то тоже Ну, у меня вот была экскурсия, где я в костюме зайчика выплёсываю Там же тоже они дом страхового общества России И не один себе взяли И потом уже архитектор Чусев это всё дело перестроил Я вам сейчас подставлю тут пару фотографий Мы находимся в самом центре Владивкавказа В центре не бывает И как в любом нормальном городе Есть свой главный городской променад Он несколько раз менял название Он был Нестеровский Про это я расскажу отдельно Прибегая к помощи уже другой книжки Он был Александровским В честь Александра Второго Который приезжал сюда в Владикавказ Со своими двумя старшими сыновьями Будущим Александром Третьим И Владимиром Александровичем Который потом получил прозрачи Кровавый А потом он назывался Пролетарским А потом надгадайте как он назывался Правильно Имени нашего Луналикова Луналикова и Санцеликова Иосифа Виссариона Иосифа Виссариона Иосифа Сталина Пока наконец не выбрали более-менее нейтральное название Проспект Мира Вот здесь мы с вами еще окажемся Потому что это еще один филиал Мариинского театра Где шьют костюмы Причем шьют костюмы Не только для Мариинки Владикавказской Но даже для Мариинки Петербургской А я вам покажу Ну вот прикиньте Даже здесь Даже в Владикавказе Есть собственно Дворы Проходные И они конечно очень сильно отличаются По понятным причинам от петербургских Они обладают таким неким даже интимным свойством Проходной двор туда Мы вот сейчас сюда тоже заглянем Чтобы я продемонстрировал вам замечательные голдарейки Посмотрите Изнутри это все выглядит конечно не так как снаружи Сделано периодически все из говна и палок Моя любимая не шпанированная Нет это кстати не ДСП Это как-то по-другому Да Техника пошла вперед В наше время кстати Такой фигни не было Ну точнее она была Но она не пользовалась спросом Да ну вот Мне очень нравится Вот этот вот красивый балкончик Но зато здесь есть Вот понимаете Определенный уют То есть сюда заходишь Действительно как Как себе домой И ты понимаешь Что все соседи здесь В общем-то Как одна семья А нам вот сюда Ой Бельишко Сушится А это уже прикиньте Многоквартирный дом Я обычно говорю Что в Питере проводов много Ну конечно Владикавказ Даже Питер В этом плане Перещеголял Ну и естественно В Владикавказе Как и в большинстве городов После 17-го года Были те процессы Которые происходили по всей стране Это переименование улиц Это снос Там памятников церквей И так далее Я поразился на самом деле Какое количество Здесь в церкви Было снесено Не то чтобы Это прям Такая Основная тема Моего повествования Но просто казалось бы И хочу еще раз Подчеркнуть Что вот Осетия конкретно Северная Осетия Она мне импонирует Тем что Здесь Хотя Надо сказать Пару моментов Я вот когда был В более теплое время Мы тут беседовали С одним прекрасным осетином И он говорит Сразу видно Что ты Не местный Я говорю Ну в смысле У меня рожа рязанская Или что Он говорит Нет Он говорит Ты в шортах Притом что я был В бриджах на самом деле И я реально Я посмотрел вокруг И я не увидел Ни одного человека в шортах Только Ну и таких же Там кошки Скрываются от нас Только таких же Приезжих лохов Как я Причем Ну было жарко И поэтому Мой собеседник пошутил Что я сегодня в зимнем Потому что В довольно теплую погоду Было Естественно В черных туфлях В ботинках И так далее А мы тем временем Выходим с вами На улицу Ленина И вот до революции Она называлась Лорис Меликовская Названная так В честь Михаила Тариеловича Лорис Меликов О котором я Смотри какая Чудесная Аутентичная вещь Вот я На самом деле Очень часто Говорил Ну например Вот в Иваново Там все Страдает Мэр Володя Шарипов Что Очень много Реликтов Находится Таких Знаете Ну от которых Хочется избавиться А я Кирпичные заводы Фактически Говорит Говорит Было Минус Двадцать Вот Я выходил Из дома Было Минус Пятнадцать А здесь Вот Чем прекрасна Наша страна Большая Огромная Тем что Ты Садишься В самолет Прилетаешь И тут Пожалуйста Вчера Идешь И такой Теплый Ветер Тебе В лицо Это Настолько Офигенно Да Мы Идем Сюда На самом деле Хотя Я тут Тоже Хочу Показать Еще Пару Дворов Например Лорис Меликов Сделал Очень Много Для Местного Образования Он Основал Здесь Первое На Кавказе Ремесленное Училище И мы Там Сами Еще Окажемся И вообще Ну Во-первых Он же Был У нас Армянин И Сейчас Когда мы Вообще Говорим Кавказ У нас Первая Ассоциация Это Какой-нибудь Там Дагестан Чечня И так Далее В то В то Время Кавказ Прежде всего Ассоциировался С Грузией В том Числе Даже Иногда С Арменией В массовом Сознании Здесь Мне Очень Нравится Вот Эта Вещь Турничок Кстати Можно Не на набережную Ходить Я-то на набережную Хожу Подтягиваюсь А вот сюда Где вы Еще Увидите Человека В народном Ассетинском Костюме Качающимся На кочевиках Для этого Надо быть Вот таким Петербургским Увольным Типа Меня Но это Прекрасно При нем Количество Домов В Владикавказе Их там Было По-моему Порядка Тысяча Трехсот Увеличивалась Больше Чем На тысячу То есть Он Здравствуйте То есть Он на самом Деле Увеличил Город Ну прости Почти два раза Да За десять лет Ну и Если посмотреть Дальнейшую Его эволюцию Знаешь Как будет По-французски Каприз Капризы Да Если посмотреть На дальнейшую Эволюцию То он Стал В какой-то Момент Диктатором С Наделенной Властью Это случилось После Пойдем Сюда Дойдем После Взрыва В Зимнем Дворце 5 февраля 1880 года И фактически Сосредоточил В своих руках Всю верховную Власть Вот здесь Мне нравится Вот эта Совершенно Потрясающая Занавесочка Это же Самая Настоящая Милота И вот Смотрите Видите Скамеечка Всего Четыре Квартиры И в общем-то Лорис И продолжал бы Свою деятельность Если бы Не проворонил Убийство Александра Второго Первого Марта 1881 года После чего Его карьера Конечно Была Предрешена А здесь Ему Даже Хотели Установить Памятник А вот здесь Мне еще Понравилось Силами Местных Жителей Но Не установили И я думаю Что даже Если бы Его Установили Для чего Я вас сюда Веду Для того Чтобы показать Вот тоже Самую Структуру Внутреннюю Видите То есть Дома Вроде Кирпичные Каменные Но вот Она Дранка Деревянная И это Тоже Было Достаточно Актуально Во время Второй Мировой Войны Потому что Была Битва За Кавказ И если бы Не дай бог Владикавказ Бомбили Так же Как Скажем Ленинград То эти дома Огорели бы За милую душу Да Так вот Если бы Установили Этот памятник То скорее всего С вероятностью 99,9% Могу сказать Что Его бы Снесли Как снесли Памятник Скобелеву Как снесли Памятник Скобелеву В Москве Кауфман В Ташкенте Это все На самом деле Люди Примерно Одной формации Они как правило Отличились во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Именно поэтому Поскольку В 20-е годы Вот эта память Она ассоциировалась С имперским Поганым Царским прошлым Памятники Таким фигурам Уничтожались Но Надо отдать должное Владикавказу В частности Осетинам В общем Мы увидим Сегодня Ну не памятник Правда Но мемориальную доску Лорис Мелику Мы с вами Идем вот сюда Мне в Кавказе Очень нравится Мы даже Ну если не забуду Я иногда говорю Подснимем И забываю Про это Название Совершенно потрясающе Вот например Смотрите Написано Шопоголик Я конечно Сомневаюсь Если кто-нибудь Из Штатов Или Англии Сюда в ближайшее время Приедет Но если он Прочитает слово Шопоголик Он Не поймет О чем идет речь И это Как бы не единственная История Я встречаю Вот там вот Памятник Владимировичу Ленину Прекрасному Раньше Перед ним Вообще Находилось Отдельное Здание В котором Восполагался Кинотеатр Ричи Мы там еще Окажемся И я вам Даже Подставлю Сейчас фоточку Этого Кинотеатра Так вот Снесли Потому что Ну Мишау Восприятию Памятника Причем Памятник Второй по счету Когда мы там Окажемся Я вам покажу Как Соответственно Выглядел Предыдущий Так Мы здесь На Вахтангово Улицу Вышли Да Я хотел Правда На другую Но можно и на эту Пойдем сюда Ладно Она одна Из таких самых Тоже Уютных Улочек И связана Кстати С именем Человека Напрямую Связана С городом Ну в данном случае Ленинградом Имеется ввиду Сергей Миронович Киров И надо сказать Что Вот Я прочитал Тут один очерк Который был написан К 120-летию Со дня рождения Сергея Мироновича Кирова Человеку По фамилии Которую я К сожалению Забыл Потому что Она Понятное дело Осетинская А все Что связано С Иноземными Фамилиями Ну в частности Например Немецкими Да Я всегда Рассказываю Это нифига Не запоминается Здравствуй Кисер Дзахо Гатуев У него был очерк По названию Миронович Так вот Выяснилось Что на самом деле Оказывается Псевдоним Киров Он Возник Собственно Здесь Во Владикавказе Да И здесь Кошки Смотри Какие Этих Не будут Выпускать Потому что Они породистые Да Ну вот Здесь Есть Самый Потрясающий Двор Я опять Начинаю Потреблять Своё Замечательное Слово Потрясающее И я Никак не Избавлюсь От этой Девыцкой Привычки Ну уж Простите Меня Пожалуйста Вот сюда Вот мы с вами Зайдем Вот Ну вот Это вообще Огонь Я считаю Очень круто Ну вот Лично мне Всегда нравится Жить в центре В самом Центре Города И при этом Вот с таким Абсолютно Деревенским Калоритом Я вот за это Иногда люблю Там Нижний Новгород Допустим Видите Какая прелесть У каждого Видите Своя подсобочка Здесь Опять-таки Как В любых Там Посёлках Или Городах Деревенских Или как это называется Посёлок Городского типа Ну когда у тебя Там дом небольшой Рядом Отдельный Какой-нибудь Сарай Там своя подсобка Вот ещё одна Или один Нет Это похоже Она Пришла и ушла Пойдём Киров Приехал В Владикавказ И он здесь На самом деле Занимался По-современному Говорят Журналистикой То есть он Печатался В газете Называвшейся Терек А Терек Это была Газета Кадетская А кадеты Партия Партия Конституционных Демократов Это были Ну вот Те самые Либералы Которые После революции Стали зашкваром Вот видите Здесь У нас написано Дом В котором Жил Киров Сергей Миронович Он Тогда Вы его так и звали Миронович Вот Иногда Он вел Меня к себе В безлюдный И темный Лебедевский Переулок Раньше Этот переулок Назывался Лебедевским Он был Безлюдным И темным Но я бы не сказал Что он сейчас Прямо Многолюдный Но машин хватает Дома Ждала Его с горячим Чаем Заботливая Энергичная Мария Львовна Имеется ввиду Мария Львовна Маркус Это его жена С которой Он кстати Познакомился Здесь В Владикавказе И вот Один раз Киров Приходит Его Один раз Выслали Из Владикавказа Он возвращается Приходит В редакцию Газеты И видит Тех С кем он До этого Вел Издательскую Деятельность И говорит Перцев Капустин Ракитников Ну и так далее И он понял Что ему надо Какой-то псевдоним Выбирать Ему стали предлагать Он говорит Не годится Это Придумывали Для него Псевдоним Да посмотрите В календарь А то вот Живот болит От ваших Овощных Фамилий Сказал он В самом деле И в общем Они достали Календарь А календари Тогда были Естественно Все Про какие-то Там Праздники А праздники Раньше были Все связаны С Какими-то Религиозными Вещами И вот Начали Перелистывать Полиев Под этим Псевдонимом И его К сожалению И убили И еще Здесь Конкретно Киров Совершил Два Таких Выдающихся Поступка В общем-то И сейчас Выдающихся А для того Времени Тем более Посмотрите Вот Дом Совершенно Итак Внимание Я говорю Слово Потрясающее С деревянными Ставнями Причем На этих Ставнях Одна Родная Краска И там Еще Слой Второй Родной Краски И Видно Дерево Обратите Внимание Что Петли Еще Прикреплены Шурупами Вот С одной Проройзью Это Старые Шурупы Я вот Как-то Рассказывал Что я Раньше У своего Деда Спросил А что Как бы На даче У меня Все Вот этими Шурупами Прикреплены Гвоздями Либо Шурупами Не Купить Было Что ли Крестообразных Он говорит Нет Не купить Не было Был Большой Дефицит Ни про Какие Саморезы Народ Вообще Не знал Вот Но Вот Это Конечно Огонь Плюс Еще Видите Здесь Вот Такой Вот Есть Атавизм Это То Чем Соответственно Закрывались Эти Окна Сверху Они Резные Видите Какое Количество Краски Было Нанесено Здесь Со Временем Вот Их Прямо Несколько Слоев То есть Мы Видим Что Сначала Оно Было Что-то Такое Типа Синенькое Синенькое Зелененькое На Потом Еще Какое И потом Только Кавказ Пишет Соответственно Гатуев С ума Можно Сойти Какой Скучный А над Ним Величественно Несравненное По красоте Как живое Стояло Тело Гор Многие Из нас Любили Уходить В ущелье И на Ледники Любили Ночевать И в пещерах И в саклях И в дымных Пастушьих Шалашах В юношеских Беседах Мы мечтали Подняться На Казбек На Эльбрус Многое Мешало Нам Казалось Что надо Снарядиться По образцу Туристов У которых На шляпе Трепетало Перо Куропатки А толстые Подметки Ботинок Подбитый Гвоздями А на поясе Запаслив Висят кошки Вот так раньше Туристы Выглядели Помните Да Вот эти Картинки А Миронович Скрылся Как-то Из города На три дня И когда вернулся С его лица Толстым слоем Сходила кожа А где ты был Миронович? Да до Казбеки Потом он поднимался На своих Скороходовских Штебетах На Эльбрус Скороход Кстати Производился У нас В городе Петербурге То есть Миронович Тихий Сапый Поднялся На Казбек Потом На Эльбрус Ой Я какая-то Как девочка Которая Собирается Сделать Что-то Нехорошее Прямо здесь В центре города Идем туда И он Печатал Об этом Соответственно Отчеты В этой самой Газете Терек И в общем По современному Говоря Вот если бы сейчас У Кирова Была бы Гоупроха Да То он бы Просто вел бы Свой блок Да Восхождение Там Казбек На Эльбрус Но тогда Печатный лист Был Главным Соответственно Инструментом Для оповещения Людей О своей деятельности Так вот Забегая вперед Хочу сказать Что потом В 29-м году На Кирова Вся ленинградская Верхушка Катила бочку Именно Из-за того Что он Когда-то До революции Печатался В буржуазной Вот этой Либеральной Патнической газете Но У Кирова Был Очень мощный Заступник Сталина Они действительно Дружили Некоторые Считают Что Киров Вообще Был Чуть ли не Единственным Другом Сталина В то время И Надо сказать Что Сталин Приезжал В Ленинград Один-единственный Раз После того Как уехал В Москву Это после Убийства Сергея Мироновича И когда его убили Он сказал Одно-единственное Шляпы Мы опять Вышли с вами На этот Самый Александрский Проспект Пойдем По этой Стороне Вот здесь С левой Стороны Сохранилось Уникальное Здание Вот В стиле Такого Рационального Модерна Во-первых Здесь висят Гирлянды Традиционные Для Мотивов Денежных Я постоянно Говорю Что эти Гирлянды Обозначают Некий Поток Денег Из рога Изобилия Но Конечно Больше всего Привлекает Внимание Вот эти Вот Окна Это У нас Такой Ну Я бы Сказал Венско Брюссельский Уголок В Волгикавказье Вот Дата 1850 Год Когда Оно Было Построено И Это На самом Деле Для Той Эпохи Просто Срыв Башки Потому Что Вот Такие Большие Окна Они Были Крайне Нехарактерны Для Того Времени Я Пользуясь Случаем Открою Свою Шпаргалку И Скажу Что Например Автор Киреев Он пишет О том Что Вот Эта Вот Часть С той Стороны Она Была Древолюцией Одной Из самых Ну Бульгарно Выражаясь Блатных Да То есть Там Во-первых Селились Небедные Люди И Там Ходили Самые Богатые Но Он Их Описывает Девушки Легкого Поведения Потому Что Дальше Туда Вот В ту Сторон Они Уже Были Не Такие Дорогие Они Уже Были Подешевле Не Могу Я Эту Цитату Не Употребить Традиционно Наиболее Престижной Частью Проспекта Считалась Его Левая Страна Театральная Площадь До Улицы Московска На Никирова Здесь Проживали Самые Богатые Владикавказцы Даже Девушки Легкого Поведения Прогуливавшиеся По этой стороне Были Самые Дорогие Девушки От Театральной Площади До Парка Были Дешевле А Далее Еще Дешевле Соответственно У нас Пойдем Там У нас Дальше Мы Увидим Будет Ну Пойдем По этой Стороне Будет Установлен Памятник Горновому Опять Таки Как Написано Вот В Сей Книге Ну Вообще Опять Таки Памятники Городовому Это Традиционный Мотив Для Многих Городов Он И в Петербурге Есть И в Казани Есть И Господи Где его только Нет Это В принципе Обязательный Атрибут Традиционных Населенных Пунктов Потому Что Они Маячили На самых Оживленных Перекрестках Ну В зависимости От Состояния Полиции Они Либо Предпринимали Какие-то Действия Если Это От них Требовалось Либо Наоборот Их Избегали Например Гелеровский В Москве Москвичи Как-то Очень Неблагостно Отзывался О чинах Полиции Потом Выяснилось Что Он Немножечко Привирал Так Вот Написано Что Где-то Тут На крыше Одного Из зданий Эти Городовые Они Дежурили Наблюдая За Порядком Ну То есть Я не знаю Наверное Это была Какая-то Может быть Оборудованная Крыша Или Почему Им нужно Было Это Делать Именно С крыши Потому что Раньше Как вы знаете В свежих домах Торчали Каланчи С которых Очень удобно Было Обозревать Город Ну Прежде всего На предмет Пожаров Возможно С какой-то Каланчи Они это Смотрели Но Я Не в курсе Настолько Глубоко Не копал Вот Это Вот Здание Раньше Было Вообще То Магазином И Я Вам Сейчас Покажу Тут Тоже Пару Фотографий И На этих Фотографиях Мы можем Видеть Предыдущий Памятник Ленину Который Стоял На этом Самом Месте И Выглядел Он Совершенно Иначе Естественно Ленина Надо было Ставить Потому что Ленинеада Шерствовала По всей Стране Вот Он Наш Товарищ С Селедкой Как ее Называли Плотненький Потому что Естественно Подношение Вот В Кобуре Кстати Совершенно Не факт Что у него Был револьвер Потому что Восстание Декабрьское Московское 1905 года Показалось Что Либо их Там не было Либо они Были Там уже 20-летней Давности Не чистились И Никто За ними Особо Не ухаживал Никогда Вот Этот памятник Был Установлен Если Я не Ошибаюсь В 1954 Году И Я вам Сейчас Покажу Фотографию 1994 Года Какие-то Деятели Короче Взорвали В 90 Годах Что На самом Деле Опять-таки Не мудрено Ну Если Как бы С Подачи Этого Человека Взрывались Другие Памятники Ну Будь добр Получи Что Когда-нибудь И твой Памятник Заработан Но Надо отдать Должное Его Восстановили Он Опять Стоит Здесь Облюбованный Голубями А Вот Там Есть Другой Памятник Нарту Сослану И Вообще На самом Деле Если Бо Человек Фамили Миллер Это Традиционный Мотив Когда Вот Эти Вот Люди Всякие Там Упомянутые Кауфман И так Далее Очень Многое Сделали Для Блага Российской Империи Миллер Открыл Можно Сказать Для Широкой Публики Кавказский Эпос Он Очень Много Посвятил Изучению Осетии И Осетинской Письменности И так Далее Мы Вообще Выйдем Сейчас На улицу Его Имени Вот Ну А А это Один из Мотивов Вообще Есть Традиционная Перекличка Между Допустим Греческим Ахиллом Немецким Зигфридом Да То есть У них У всех Были Какие-то Уязвивые Места Ну Ахиллесова Пита Это Собственно Устойчивая Фигура Речи Вот Конкретно У этого Человека У него Нижняя часть Ног До колена Она была Прямо Из булата Его Потому что Кинули В чан С волчьим Молоком Ну Опять-таки Традиционный Мотив Когда герой Куда-то Кидает И это Его Как-то Закаляет И так далее У него Извеленными Были Колени Конкретно И Здесь Летом Бьет Фонтан И Чтобы Нарс Аслан На чаше У отца Монга Слово У отца Монг Я К сожалению С первого Раза Не смог Выучить Эта Чаша Она Обладала Магическими Свойствами То есть Если Ты Бравый Парень Но не такой Как я А действительно Бравый Парень Совершил Какие-то Подвиги Великие Пришел К этой Чаше И все Честно Рассказал То Она Сама К тебе Поднимается И поет Тебя Каким-то Волшебным Потрясающим Напитком Но Если Ты Тварь Такая Соврал То Тогда Она Наполняется Зловонным Питьем Со Всякими Ящерицами И Отпугивает Тебя Собственно Вот На эту Тему Здесь У нас И Памятник Установлена А здесь У нас Памятник Совершенно Уже Другого Рода Очень Считается Считается Что С него Хемингуэй Писал Главного героя В романе По Кому Звонит Колокол Хотя Сам Он Это Отрицал И Говорил Что Нет Хемингуэй У нас Делал Собирательный Образ Сейчас Что Шла Шла Мимо Того Самого Ремесленного Училища Открытого По Инициативе Кого Михаила Триеловича Лорис Меликова А потом Она Вот Получила Имя Прекрасного Осетинского Артиста Так вот На этой улице Балаева Есть Дом Номер Семь Которому Мы Собственно Сейчас И Подходим Вот Посмотрите Кирпичное Здание Причем Опять-таки Чем Отличается Владикавказ Допустим От Петербурга И здесь Кирпич Был Фаворе То есть Здесь Люди Понимали Что Это Может Быть Красиво Очень Нехарактерная Форма Ну Таких Наличников Кирпичных Видите Они Расширяются Снизу И Вот Эта Акцентированная Правая Часть Она Вообще Уже Намекает Нам На Какую-то Такую Европейскую Архитектуру С Пристрелом Уже На Какую-то Рациональность И так Далее Так Вот Самым Заменитым Жильцом Этой улицы Был Александр Владимирович Я не знаю Какая фамилия Правильно Замковой Наверное Ну Замковый Замковый Наверное Замковой Предприниматель Гладелец Большого Состояния Гласной Городской Думы Он не стал Строить Для себя Пышного Многоэтажного Особняка Ограничился Небольшим Красивым Уютным Доме Номер 7 По улице Ремесленой Балаева Неизвестно Какая судьба Ожидала бы его После революции Но он Не дожил До нее Почему он До нее Собственно Не дожил А вот Поэтому Пойдем Вот Опять-таки Смотрите В Петербурге Конкретно Сестрорецке Там Снег Во Владикавказе Листики Зеленые Вот я раньше За это Любил приезжать В Париж В конце января Приезжаешь Это вот так Примерно Такая же Температура Воздуха Люди Катаются На велосипедах Это вот Крыльцо Его С задней стороны То есть Чем Опять-таки Прекрасна Кирпичная Кладка То что Дом Он И с Наружи И С обратной Стороны Он выглядит Примерно Одинаково Потому что Штукатуренные Дома Как правило Они с той стороны У вас Великолепные Бросают вам В глаза Вот эти Понты Но стоит Обойти Вы посмотрите Изнутри Там Мама дорогая Потому что Как мы знаем Не более Ценились Квартиры Которые Сдавались С С видом На улицу Что же Здесь Случилось Такого Пойдемте В сторону 12 декабря 1916 года Недалеко от Реданта В сторону Балтын В канаве Был найден Сверток Бурок Обвязанный Веревками В бурках Был обнаружен Труп В котором Полиция Опознала Замкового Следователи Установили Что Александру Владимировичу Было нанесено Два удара По голове Тупым предметом И третья Колотая рана Была нанесена В спину Полиция Установила Что накануне Из дома Где жил Князь Макаев По улице Линска Умер 17 Ныне Гибизова Вынесли тюк И погрузили В автомобиль Князь Макаев Офицер Из управления Начальника Тверской области Был арестован По подозрению В убийстве Чем закончилось Следствие Неизвестно Случилась В февральской революции В 20-е годы Дом Отобрали для ночь Новой власти В сентябре 29-го года В Владикавказ Прибыл назначенный Секретарем Временного Венгушского Обкома ВКПБ Исидор Черноглаз Которого Поселили В бывшем доме Замкового Но ненадолго Черноглаз 3 февраля 1930-го года Был убит На дороге Между селением Галашки И хутором Нальгиева В памяти Об арцузов Советской власти Улица Ремесленная Была названа Черноглаза А на доме Где он жил И сел Мемориальная доска Сейчас там Никакой Мемориальной доски Черноглазе Не висит Уже в наши дни Улицы вновь Переименовались Ну понятно После двух убитых Владельцев Дома Замкового Дома Замкового Стал считаться Несчастливым То есть мы с вами Прошли мимо Несчастливого дома Сейчас там У нас находится Редакция газеты Молод В нем А в нем Располагались Различные конторы Редакция газеты Молодой коммунист Сейчас там ЗАГС Вот здесь Как раз У нас проходит Видите Перекрытие Крыши А это у нас Улица Некрасова Улица Некрасова Ёка Макалек Мышь повесилась Ну вот Не только Питер Но и Владикавказ С всевозможными Абстрактами Историями Знаменит Да Она названа В честь Того самого Некрасова Нашего Некрасова Борца За все хорошее Против всего плохого Сейчас думаю Куда бы нам дальше пойти Можем дальше Можем тут повернуть Дело в том Что раньше Эта улица Некрасова Назвалась Градская Ну Общее место Огромное количество Градских Улиц Ну вот у нас В Петербурге Есть Градский переулок Да То есть Точно так же Как наверное В каждом Драдиционном городе Была улица Там Дворянская Еще что-нибудь Вот Затем После того Как она Из Градской Была переименована В улицу Гикалу Николай Федорович Гикалу Это в общем Человек Который родился В Одессе Отсюда такая фамилия У него А потом Он естественно Как бравый Драдиционер Участвовал Во всех этих Мероприятиях В Грозном Вступил в партию Большевиков В марте Его избрали Председателем Грозненского Исполкома В общем он тут активно Активно Боролся За советскую власть В 30-х годах Он стал Председателем Первым секретарем Белорусского Обкома Но Дело в том Что в 38-м году Товарищи Гикалу Репрессировали Неожиданная Такая история Никогда Такого не было И вот опять Скорее всего Конечно же Задело Это чтобы не оскорблять Чувства верующих Сталина Вот Ну и естественно Надо было срочно Переименовать Улицу Гикала Во что-нибудь Переименовали В улицу Некрасова Причем и Некрасова Потому что У него здесь работал Племянник В Владикавказе Врачом Второй городской больницы Владимир Федорович Некрасов Ну и вот Племянник Великий поэт Собственно Гикала Пошел лесом Или сейчас Кто вообще про него Вспомнит Когда-нибудь Про этого Человека При том что Другие революционеры Которые вовремя Погибли Да там Штыба тот же самый Смотрите Какая прекрасная Красота Они остались Вот как Как было важно Вовремя Революционеру сгинуть Здравствуй котик Это Булгаков Ну естественно Да Потому что Здесь дом Где он жил А там дальше Стоит памятник Дело в том Что вот как В Владикавказ Уникальный город Как В судьбе Кирова Он играл Такую Глобальную Судьбу Потому что Здесь родился Его псевдоним Так Именно В Владикавказе Но если верить Там запискам На манжетах Булгаков Решил окончательно Беспоморотно Расстаться С профессией Врача И заняться Плотной литературой Случилось это В начале 1920 года Булгаков Здесь Очутился Ну в общем Вынужденно Потому что Он Нехорошо Конечно Об этом сейчас Вспоминать Но не очень Сначала Хотел признать Советскую власть Ну чего уж Да И если бы не тиф Которым он Заболел И его Первая жена Лапа Его там Просто выхаживала А он еще же Подсел Как раз Потом На этот Морфий Который Принимал Боясь Заразиться Дифтеритом Дифтерией Да И она Собственно Его еще От этого Морфия Потом избавила Потому что Впрыскивала Ему Я уж не помню Что она Ему там Впрыскивала Вместо его В общем Пока он здесь Болел Власть сменилась Он не успел Никуда Собственно Свалить Потому что Перед Этим Замечательным Событием Газеты Пестрели Объявления О том Что вот Незадорого Вывозим в Тифлис Вообще На юг То есть Тут шла Такая Достаточно Мощная Волна Эвакуации Ну пойдем Уж тогда Дойдем На памятник А его У нас Что-нибудь У нас Казались Да И Булгаков Планировал Покинуться В Дикавказ Стать Этим Проклятым Белым Эммигрантом Но не успел И когда он Выздоровел Власть уже была Советская Ему надо было Чем-то Заниматься Заниматься И он Начал Заниматься Тем Чем Он Собственно И хотел Заниматься Он Устрелся Тут В местные Газеты Вот он Например Писал Поэтесса Пришла Черный Берет Юбка На боку Застегнута Чулки Винтом Вот Сейчас Вам скажем Чулки Винтом Вообще Никто Не поймет Что Такое Значит Он цитирует Ее стихотворение Ну Поскольку Тогда Гремел Маяковский Все вот Эти вот Бедные Голодные И так далее То у нее Значит Стихи Такие Та-та-там-там Сердце Бьется Динамо Снаряд Та-та-та-там Конец Сутаты Стишки Ничего Мы их Того Как это В концерте Прочитаем Сказал Он Печатать Не стал В концерте Прочитаем Глаза Поэтессы Радостные Ничего Барышня Но почему Чулки Не подвяжете То есть Она Чулки Не подвязала Поэтому Они винтом Раньше Чулки Крепились Вообще Такое Very Sexy Изобретение Человечества Здесь Булгакову Приходилось Заниматься Вы не поверили Чем Защищать Александра Сергеевича Пушкина Вот Тут Ему Памятник Установлен Но Тут Прям Такой Очень Героичный Булгаков Чем Отличался От Этих Нельзя Назвать Раповцами Или Пролеткультовцами Как Чуть Что Так Сразу Давайте Сбросим Пушкина С корабля Современности Сначала Этим Занимался Пойдем Обратно Вернемся Прогуляемся Лучше По Тихой Улочке Как Чуть Что То же Самый Писарев Который Сейчас В баню Никому Вообще Не въехал Мои любимые Вопросы На экскурсиях Кто читал Писарева Добролюбова Чернышевского Как правило Никто А если А если читали Чернышевского В основном То мало Кто может Сказать О чем Собственно Он писал В своем Романе Что делать Да Гоним Карающим Зевесом Двойную Смерть Он испытал Явился Писарев Дантесом И вновь Поэта Расстрелял Это Эпиграмма Шумахера На Писарева Так вот И здесь В 20-е Года Точно Такая же История Значит Пушкина Давайте Сбросим И Описывает Соответственно Булгаков Что Особенно Достается Пушкину Заодно Цепляющимся За хвост Революции Приверженцам Пушкина Булгакову И Беме Беме Это был Такой Тоже Немецкого Происхождения Адвокат Который Здесь жил Вот Кстати Знакомая Нива Мы на ней Ехали Из Аэропорта Видите Какой Прекрасный Город Мудрикавказ Все Все рядом Всех Узнаешь Вот Это Цитата Книги Из книги О Булгакове В газете Ну В газете Соответственно Хвалой Коммунист Работают Очень молодые И преданные Революции Люди Они считают Что в открывающемся Перед ними Не видно Новом мире Некоторые Из них Воевали За этот мир Не видно Будет Все И музыка И стихи Ну И соответственно Надо Внедрять Свою Пролетарскую Культуру Они Еще Не знают Как Беспощадно Иронично Относился Ленин К идее Особой Пролетарской Культуры Пролеткульт Пролеткульт Это Такая Специальная Контора Которая Занималась Пролетарской Культурой Просуществовала Не так Долго И был Потом Закрыт Ну А в Эпоху Сталина Выяснилось Что Пушкин Наше Все В этом Будет Смешной Рассказ Возле Сквера Пушкинского Спасибо Сударь Адвокат Беме С возмущением Пишет Критик Даже После Социалистического Переворота Не применуло Использовать Для своей речи Бесславное Пушкинское Увижу ли Народ Освобожденный И рабство Падшее Ну и Соответственно Булгаков Как рыцарь Вступает За Пушкина Он Вообще Писал Что Во время Диспута Докладчик Рвал на Пушкине Белые штаны Когда же Освежив Стакан Воды Пересохшего Горла Он предложил В заключении Пушкина Выкинуть В печку Я улыбнулся Ну то есть Традиционный Мотив И вот Приводится Цитата Это уже Не булгаковская А цитата Из газеты Как это Было И мы Со спокойным Сердцем Бросаем Революционный Огонь Его полное Собрание Сочинений Уповая на то Что если там Есть крупинки Золота То они Не сгорят В общем Костре С хламом А останутся Газеты Коммунист 1920 год 3 июля Ну и в общем Был Как бы сейчас Сказали Версус Версус Баттл Булгакова Против вот этих Критиканов Пушкина Причем Булгаков Он был такой Очень элегантный С пробором У него Волосы Ему 29 лет Он уже всем кажется Таким Маститом Литератором Хотя он еще по факту Ничего Толково Не напечатал И даже пьесы Которая Здесь шла его пьеса Дни Трубяных В местном театре Но это не та Пьеса Дни Трубяных Которая потом Гремела во Мхате Московском Мы даже не знаем Мы даже не знаем Точно О чем она была Ну в смысле О чем Можно догадаться Что конкретно В ней Рассказывалось В общем В здании Он там Разнес С этих Критиканах Было в цехе Сметения Докладчик Лежал на обеих Лопатках В глазах Публики Читал Обезмолвно Веселое Дожми его Дожми его Представляете Какие страсти Кипели Люди выходили На сцену И бились За Пушкина И вот Булгаков Пишет Возненавидел меня Молодой человек С первого взгляда Дебоширит на странице Газеты Четвертая полоса Четвертая колонка И про меня Пишет И про Пушкина Больше не про что Пушкина больше Чем меня ненавидит Вот прикиньте Если бы этот критик Жил бы сейчас А у Булгакова Был бы канал На ютюбе Ну или там Не знаю Какая-то страница Что бы этот критик Ему там строчило Я думаю Булгаков Его бы в итоге Забалил бы Наверное Ну в общем Имя Пушкина Можно сказать Удалось отстоять Хотя Булгаков Раздражал Этого критика Тем что он говорил О революционности Пушкина И вообще У него Доклад назывался Революционер Духа Вот Ну и Булгаков Говорил о ненависти Пушкина К тирании Бла-бла-бла Хотя Ну Прочитал бы он Тогда Стихотворение К леветникам России В общем Вот такими Тут понимаете Страстями Приходилось Нашему Прекрасному Писателю Заниматься Но именно Здесь он Начал Задумывать Вещи Которые Реализовались В будущем А вот Это вот Здание Это здание Того самого Ремесленного Училища Открытого По инициативе Вот этого Человека Которому Свою Очередь Здесь Недавно Была Открыта Мемориальная Доска Вот Одной Старейших Россий Первый На Северном Кавказе Ларис Меликов Ремесленное Училище В 68 Году Он До 75 Года Он Он С 65 По 75 Году Так сказать Руководил Этим Краем Учебное Заведение Учердил На свои Средства Начальник Теверской Области Генерал Детант На свои Собственные Средства Применяет На свои Деньги Ну Выдающиеся Государственные Деятели Бла Я всегда Говорю А вот Ну Сколько В наше Время На свои Собственные Средства Какие Нибудь Управленцы Бизнесменцы И все Остальные Прекрасные Люди Учредили Каких Нибудь Училищ Больниц Всего Такого Прочего Вот там Вот Где Сейчас У нас Магазин Абсолютно Такой Сталинско Ампирный Уже Да Раньше Стояла Братская Церковь Церковь Братства Святой Троицы И Надо Сказать Что Она Выглядела Крайне Не Крайне Не Крайне У меня Закончился Словарный Запас Необычно На самом Деле Форма У нее Была Такая Больше Более Греческая Но Она Была Приземистая Я Сейчас Покажу Собственно Как Она Выглядела На Картинке И Потом Мы Перейдем И Покажу Мемориальную Доску Прямо Здесь Она Стояла И Была Снесена А Здесь У нас Это Недавний Памятник Пушкину Притем Обратите Внимание Что Александр Сергеевич Во-первых Он Не на Лошадях А на Валах На Валах Здесь Было Путешествовать Гораздо Проще Удобнее И Понятнее Они Болевыносливые Ну Я не знаю Как Кверблюд Для пустыни Вы На лошади Особо По пустыне Не будете Путешествовать Уж Наше Время Тем более Но Мне кажется Он Довольно Скульптор Очень Точно Изобразил Что Чувствует Себя Путник На Вот Арбе Той Эпохи Каждый Раз Надо Смотреть На Это И Представлять В какое Идеальное Практически Время Мы Живем У нас Видите Какие Телеги Ездят По дорогам На Четырех Колесах Здравствуйте Спасибо Вот Что Мне Нравится Здесь Понимаете Добрый День Доброго Здоровья В Питер Во двор Зайдешь Какой Нибудь Че Че Надо Че Пошли Отсюда Меня Сейчас Вызовут Макалек Вот Берите Пример Замечательных Людей Юга Добрый День Доброго Здоровья У тебя Уже Как То На Душе Хорошо Вот Вот Здесь У нас Мемориальная Доска С Изворожением Эта Церкви Вот Видите Да И в общем Путешествие Это было Конечно Ну Не для Слабых Духом Людей Но Другой Вопрос Заключается В том Что В то Время Особо Альтернатив И Не Было Да Здесь Вот Видите Ну Вообще Как для Нас Пушкин Все Так Конечно Для Осетин Кастахи Тагуров Все Но Про него Я расскажу Отдельно Потому Что На самом Деле Я Когда Вожу Экскурсии По Васильскому Острову И мы Заходим В Садик За Академией Художеств О котором Кстати Мало Кто В Петербурге То знаем Да Как Практика Показывает Там Есть Несколько Памятников Ну Памятники Петру Клоту Стоит Колонна Которая Не влезла В Казанский Собор Вронихин Подарил И там Есть Памятник Вы Не поверите Кому Да Хитагурову Потому Что Он учился В Академии Художеств А Столешников Нет Не Столешников Черт Забыл В общем В Москве Тоже Я видел Ему Мемориальду А слово Мемуах Мемори Доску Немножко Эклектики Второй половины 19 века Видите Но Что Да Дверь Чудесная Сейчас Расскажу Но Сисечек Видите Нет Вот у нас В Петербурге Обязательно Были бы Сисечки Потому Что Опять Таким Мы же Не понимаем Что 19 век Ну Ничего Нет Ни фотографии Ни видео Ничего И так далее Вот только Барышни Вот эти Ходят Одни Подороже Другие Подешевле И поэтому Вот эти Голые Груди Которые На вас Нависали Они Иногда Производили Должный Эффект Вот Дверь Совершенно Не буду Говорить Потрясающе Красивая Ты хочешь Что Зайти А Вдруг Там Страшно Обалдеть Вот Это Просто Куть Неземная Посмотрите Какая Красота Но Видите Юг И Нет Никакой Печки Никакого Камина Дом Всего Вот На Видите На сколько Квартир Три Пять И Все Это Это Не Столица Российской Империи Люди Ухаживают За Цветы Ёчками Да Это Очень Здорово Может быть Нам Товарищ По фамилии Киреев Даже Расскажет Что это За дом Сейчас Откроем Посмотрим Да Мы Кстати С вами Находимся На улице Миллера Того Самого Миллера 33 Ну-ка Давай-ка Мы Поинтересуемся У товарища Киреева Который Предпринял Пять Поездок На Северный Кавказ Вот Миллера Гимназическая Гимназическая Раньше Называлась Это Улица Временно Это Улица Здание Школы Номер 27 Спасибо Кэп Здание Бесплатной Михайловской Больницы Нет Ничего Про Номер 23 Здесь Не Сказано К сожалению Да Вот Михайловская Бесплатная Больница Город Кроме Помещения Выделял На содержание Лечебницы От 2 До 3 Тысяч Рублей Ежегодно Это Кстати Было Чуть Больше Чем Дофига На Сам Деле Да И вот За эти 5 Поездок Он Насобирал Материалы Написал Свою Самую Известную Работу И В этой Связи Конечно Он для Сети Понятно Какое Значение Имеет Вот Интересный У меня Вопрос Вчера Возник С товарищем Оператором По поводу Вот этих Домов Надо Будет Спросить Уточнить У наших Замечательных Гостеприимных Гостеприимных Ребят Такое Общение Что это Реновация Проведена Девочка Не может найти Папу Это Катастрофа Реновация Приведена И на самом Деле Очень Ну Неплохо Сделано Мне нравится Цветовая Гамма Во-первых Мне нравится Что они Единообразно Наконец Сделали Вот эти Вот Лоджии Потому что Изначально Ты видите Здесь по проекту Их не должно Было быть Судя по всему Какой-то Человек Еще до Реновации Сделал Этот балкон И не захотел С ним расставаться Потому что Видите Какие у него Пузатенькие Такие Сказал Не буду И вот там Наверху Тоже Видите Сказали Нам не надо А у тех У кого не было Им одномоментно Вот это сделаем И вот так По идее Конечно И надо Надо делать Потому что Когда Вот эти Балконы Все разные Пусть даже Они Не из Потрепанного Материала Сделаны Но выглядит Это конечно Совершенно Ужасно А вот это Хорошо Ну а здесь Соответственно У нас Немецкая Кирха Где мы Я не знаю В каком порядке Мы будем Монтировать Наши Все замечательные Выпуски Ну вот смотрите Солистка Анастасия Украин Между прочим Эта солистка Сыграет для вас Персонально Благодаря нам А вот этот Заслуженный человек Даст нам Интервью И расскажет Как вообще Живет Театр Мариинский Во Владикавказе Шикарный Пример Неоготической Архитектуры Владикавказе Но я уже Сказал Что Больше Шестиста Немцев Здесь Жило Это Абсолютно Не Уникальная Ситуация Для Российской Империи Фамилия Миллер Вам ни о чем Не говорит При том Что Ну мы Когда говорим Немцы Тут уж Надо понимать Что Как бы Они уже Были Нетрализованы Ну то есть Вот Миллер Он Уже Был Абсолютно Русский Человек Папа У него Был Переводчик Профессональный И собственно Когда ты Нетрализован Ты уже Не ощущаешь Такой Прямо Плотной Связи С своими Немецкими Корнями Но К сожалению Сначала Первая Мировая Война Потом Вторая Мировая Война Подкосили Это все Вот смотрите Какая Прекрасная Еще советская Это даже не мозаика Это Это даже не знаю Как назвать Как это назвать Мозаика Картины Или что-то Мы с вами Сейчас Выйдем К началу Александрского Проспекта Потому что Там Раньше Был Памятник Одному Из героев Тенгинского Полка Который В Михайловке Когда До нее Напали Горцы Он туда Он соответственно Выскочил Со своим Отрядом На штыках Они пробились И он Смог Зарвать Пороховой Пугреб Соответственно В его честь Был Установлен Памятник Но памятник Это простоял Недолго К сожалению Его снесли Естественно После 17 Года Потому что Выглядел он Кстати Он выглядит традиционно Как и большинство Памятников Как и в честь Погибших моряков И так далее Это Двуглавый Орел На стелле Как правило Еще им В когти Давали Подержать Венок Ну вот он Наш Не золотой Ты наш Человек А серебряный Ты наш Человек Стоит В общем-то Возле парка Где когда-то Располагалась Церковь Александра Несского Я вам Покажу Как она Выглядела Но Киров Был На самом деле Одним из немногих Советских Функционеров Который был Действительно Демократичным То есть Он Ходил Спокойно По городу Он Ездил Лично На митинги На заводские Чего Некоторые Даже побаивались Сделать Потому что С ним там Могли начать Задавать Неудобные вопросы Особенно Вот В конце 20-х Начале 30-х годов Когда неудобные Вопросы Еще вроде Как Задавать Боялись Не все Но вот На месте Вот этого Памятника Мега достойнейшему Человеку Иси Плиева О котором Еще пару слов Будет сказано Потом Дополнительно Был установлен Памятник Архипу Осипову И капитану Лико Которые погибли Во время Кавказской войны Если мы Сейчас С вами Развернемся Посмотрим В ту сторону Откуда У нас Открываются Замечательные Перспективы На бывший Александровский Нестерский Сталинский Пролетарский И прочий Бульвар Про сведения Мира То мы Сейчас Увидим Несколько Фотографий Вот Одна Из них И И вот Еще Одна Из них Слят Уже Сверху Где Вы Можете Наблюдать Бульвар Революции И Вы Видите Что Здание Угловое Практически Не Изменилось Как и Все Здания На этом Проспекте В чем В чем Пребывает Прелесть Здесь Конечно же Очень любили Устроить Гостиницы По Понятным Причинам Друзья Мои Не Исключено Что Мы Организуем Тур В Осетию В марте Есть Такой Шанс Если Вам Это Интересно Пишите Мне Предварительно По Всем Так Сказать Фронтам Есть Электронный Адрес Есть Телефон Привязанный Ко всем Мессенджерам Есть Социальные Сети Ну а Для тех Кто живет В Петербурге Или Приедет На новогодние Праздники В наш Замечательный Город Напоминаю Что С 31 Декабря По 10 Января Идут Экскурсии Каждый День Вне Зависимости От погоды Все Подробности Есть В описании Внизу По ссылке Там Есть Сайт Где Вы Найдете Все Необходимое Чтобы Записаться И Купить Билет Вот Здесь У нас На замечательном Проспекте Прекрасное Сочленение Эпох Осталась Еще Советская Видите Выиска Дом Моды Вы же Хрен Такую Найдете Допустим В Питере Или в Москве Причем Естественно Раньше Она была Цветная Выделялась На этом Утилитарном Здании А вот Здесь Это то О чем Я говорил Смотрите Салон Интерьера Ампир Но Я конечно Не лингвист Но я знаю Что По-французски Ампир И По-английски Эмпайр Оно Пишется Немножко По-другому Как минимум Там надо Е на конце Это Приветствует Сити Кофейн Кофехаус О чем Я как-то раз Говорил Уже А вот Здесь Еще Один Прекрасный Экземпляр Видите Д С Булгаков Причем Ф По-русски Но А Булгаков Не эмигрировал Это Ф Появилось В Европе Для того Чтобы Подчеркивать Именно Русскоязычность Фамилии Ну и Чтобы было Понятно Иностранцам Б Ну Водка Смирнов Не пишется По-русски Она пишется По-английски Смирнов По-русски Она пишется Смирнов Поэтому Конечно же ДЦ Булгаков Но Это так себе Знаете Я в наушниках И поэтому Хожу Где Хочу В Владикавказе Действует Своя Программа Доступное Жилье Она выглядит Вот так Вот В принципе Если вы Не можете Себе Позволить Ничего Но Это Продакт Пейс На самом Деле Ну и Кофейни Мы уж Не стали Показывать Но Тем не менее Молодцы Ребята Креативны Я Хватаю Ртом Воздух Я Цепляюсь За Звезды И Тебе Потерять Меня Слишком Просто Я Я Хватаю Ртом Воздух Я Цепляюсь За Звезды И Тебе Потерять Меня Слишком Просто Красное Яблоко В сердце Повисло Больше Встречаться Нам Не Смысла Нет Смысла Мучить Друг Друга Но Твоя Кожа Нежна И Упруга Но Твои Руки Тонкие Ветки Взгляд Твой По-прежнему Острый Меткий Губы Твои Нежные Листья Ты Не Целуешь Ты Мажешь Кистью Все Что Говорила Водою Смыла Стену Между Нами Ничто Не Распила Я Отрываюсь Поднимаюсь Где-то Под солнцем Растворяюсь Я Не Могу Смотреть Вниз Ты Улетел Как Морской Бриз И Где-то В Небе Повис